Друзья, всех приветствую! Так как это мой личный блог на YouTube-канале, который вы сейчас смотрите, то в нём не только о делах общественных, о делах государственных, о делах политических, а в них ещё о делах моих личных. И сегодня я решила провести эксперимент, я люблю экспериментировать, и пошла на кастинг радиоведущих, где профессиональная радиоведущая, Анна Невская её зовут, дала мне творческое задание, я его выполнила, был прослушан мой голос, и сделаны некоторые замечания, мне сказали, что у меня очень нестандартный голос, глубокий, но женственный, вот, и как раз для такой, как я, вести какие-то авторские программы. Вот, поэтому просто делюсь с вами, может быть, кому-то будет интересно, как это проходит. Вот, то есть мы, те, кто пришли, заполнили анкету, свои какие-то минимальные персональные данные, почему вам, в принципе, интересно эта тема, да, радио, вот, почему вы хотите заниматься творчеством, связанным с радио, и если у вас какой-то опыт в этой сфере, в сфере звучания, ну, мой опыт вам известен, это мой личный блог. На сим заканчиваю, смотрите, как это было, видео очень короткое. Атеева Аля, 8930, все, начинаем. Итак, 20.03 в Рязани, с вами Аля Алиевна. Друзья мои, вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон? Сегодня вечер, 3 октября. А вчера Рязань обновила температурный рекорд, где синоптики зафиксировали абсолютный максимум температуры, 23,8 градусов по Цельсию. Лично я уже заскучала по осени, и, как поется в одной знакомой всем песне, мы у него попросим, чтобы чаще случалась осень. Поэтому прямо сейчас, на жара ФМ, случалась осень в исполнении Мэри Краймбери. Хорошо. Как зовут Аля? Гимна у всех красивая, правда, всегда не манератива. Вы сейчас не болеете? Множко, да. Так что то и нос, и нос, и горло. Да, и нос, и горло. Где-то звучание такое, у вас низкие, все абсолютно низкие голосы, и где-то еще какой-то свист, я не пойму, то ли это какая-то, можете формировать, либо при боли. Так, это... Вы себя помните. Звучание произойдет другое, у меня понять, с чем работает. По тексту здорово, у всех такие разные. Одна и та же песня, в смысле, как разная по всей мысли. По звучанию, у вас, ваш голос, его нельзя забыть. Вот если вы прозвучите, он у вас низкочастотный, при этом с нотками женственности. И если вы будете вести авторскую рубрику, вас запомнят вот в массе всех радиоведущих. Так что я вам посоветовала работать над чем-то. Авторский человек, что вы хотите у вас, что-то? Какая галочка, это озвучка? Не, а любое. Я думаю, что это интересное. Алина Вильнюю новости, пока не вижу в новостях, но это пробовать надо. А это все, конечно, что-то такое, где вы можете как индивидуально себя показать. Потому что у вас очень необычный голос. То есть я вам сейчас скажу, он не родильный. Он не стандартно родильный. Но сейчас радио уходит от стандарта. И сейчас на радио у нас есть такие голоса, которые просто, не понимаю, что мужчина это или женщина, и вообще это как обыдь возраста человека. Так что это, например, то. У вас есть голос фишки. Над чем поработать? Над дыханием, но это, возможно, болезнь, потому что при дыхании и неправильном счете. Но зал уже наполовину на паузу были не там, где нужно. И над смысловыми акцентами то же самое. И вы не понимаете, о чем вы говорите. Начинаем про то, а потом сделаем ударение еще раз в конце. Я не поняла про что. Когда ударение неправильное, в конце очень легко сказать про что в целом. То есть ударение и пауза. И все, остальное будущее. Хорошо. Благодарю. Удачи. Да, кстати, забыла сказать. Суть творческого задания была в том, чтобы придумать подводку для песни. Не под водку, не под алкогольный напиток, спеть песню, а подвести песню в эфире для слушателей. Это называется подводка. И не подводка для глаз. Это называются слова-аммонимы, когда одно слово может иметь разные значения. Подводка у радиоведущих – это текст, который придумывает радиоведущий, чтобы он как-то перекликался с тематикой или со словами, или со смыслом песни. О чем песня? Вот ту песню, которую я выбрала, она была про осень. Поэтому я текст про осень сняла.